Эти стены хорошо знакомы гостям правительства области. Здесь они работали в 80-е, 90-е, нелегкие годы. И сегодня видят изменения во всех сферах, от сельского хозяйства до благоустройства улиц и дворов. В начале встречи глава региона предлагает почтить память наших земляков, погибших на подводном аппарате в Баренцевом море. Все вы знаете, что погибла подводная субмарина, и где погибли два наших земляка. То есть у нас два капитана второго ранга, Дмитрий Соловьев, он роженец Почепа, и Сергей Данильченко, роженец Климова. Оба служили вместе, семьи находятся в Санкт-Петербурге. Вот обоих дети, жены. Память подводников почтили минутой молчания. Иван Яковлевич Поручиков, гость самого почтенного возраста. Еще помнит, как лежал в руинах город, только что освобожденный от фашистов. Это те времена, когда было принято историческое решение для будущей Брянской области. Зрелище было просто ужасное. Разрушено все было хозяйство. На себе ни скота, ни крупного, ни мелкого, никакого. Все, как говорят, выметено было. И вот еще шла война. И правительство наше в то время решило все-таки вопрос такой о создании Брянской области, которая очень помогла нам встать, как говорят, на ноги и восстановить народное хозяйство. Помнит Иван Яковлевич и еще один судьбоносный для Брянщины документ. Это постановление 1945 года о включении Брянска в число 15 старейших городов, подлежащих восстановлению после войны. Это нам тоже очень помогло восстанавливать наше народное хозяйство. И тогда, я помню, конечно, развернулись кругом стройки. Молодежь выходила на субботники. Владимир Есликов работал в 90-е первым заместителем председателя Брянского облсполкома. Жизнь была связана с аграрным сектором, и ему есть с чем сравнить сельское хозяйство региона. Это впечатляет. Это я вам скажу, что многие не верят. Но работа очень кропотливая, ответственная, целенаправленная, она дает результаты. И не только по зерну, и по картофеле. Большие изменения и в овощеводстве. Глава региона рассказал бывшим руководителям области об успехах в этой отрасли и планах на ближайшее будущее. То, что касается овощеводства, лучше в Брянской области мало кто есть. Ведь не даром на следующем году будет в Брянске проходить Раша Патета, Евро Патета 2020. Здесь соберется весь мир. То есть нас, как именно овощеводов, нас признали во всем мире. Здесь будут технологии от начала, то есть от семян и заканчивая переработкой. Это будет большая выставка, большая выставка европейского уровня. То есть это в прошлом году была Германия, в этом году будет Польша, в следующем году будут проходить в Россию. Именно Брянск. Вспомнили на встрече и беседу президента Путина, столько что пришедшим на губернаторский пост Александром Богомазом. Когда вы президенту сказали на заданный вопрос, что вы изначально будете делать, придя в Брянскую область, вы сказали учить людей. Вы знаете, это самый главный и основополагающий момент. Василий Иванович руководил областью в самое непростое время, в 90-е, на переломе эпох. И высоко оценил то, как смог сегодня преобразиться регион, начиная с аграрного сектора, дорожной отрасли, заканчивая строительством школ и больниц. Отмечают на встречу, сегодняшние успехи были бы невозможны без фундамента, заложенного в прошлые годы. Примите искренние поздравления от имени полномочного представителя президента Российской Федерации, Центрально-федерального округа Игоря Олеговича Щеголева. Он с большим пиететом, любовью и вниманием всегда относится к ветеранам доброго здоровья, бодрости и долгих лет жизни. Встреча в таком формате в канун празднования 75-летия образования Брянской области – это возможность проанализировать работу руководителя, подвести итоги и прислушаться к советам. Андрей Мамошин, Игорь Винничук, События, Брянск.